Добрый день, друзья! Мы говорим сегодня об iPhone 6 Plus. Смартфон не выпущен в 2014 году, то есть уже больше 4 лет прошло с момента выхода этого смартфона. И, конечно, с одной стороны, неактуальный или неправильный раскат вообще о таком смартфоне, потому что он уже очень старый, и тем более у него 1 гигабайт оперативной памяти. И человек, который покупает, скажем, за 12 тысяч рублей Xiaomi Note 5, вот мой товарищ покупал версию на 4.64, то есть 4 гигабайта оперативной памяти, он удивляется, что как вообще такие старые айфоны имеют право на существование. И почему мы вообще говорим о таких старых айфонах? Потому что новые цены на телефоны Apple очень дорогие, особенно в России, они несопоставимы с российскими зарплатами. Например, тот же iPhone XR, который стоил 65 тысяч рублей, после Нового года в 2019 году цены на них поднялись, потому что поднялась, и процентная ставка NDS, то есть на 2% увеличилась ставка NDS 18-20, и телефон подорожал на 1000 рублей. Это официальные цены Apple. И точно так же вся техника Apple мгновенно подорожала. Если в обычных розничных магазинах цена еще сохраняется, то Apple реагирует быстро, потому что Россия для Apple не является ключевым рынком. И вот, например, самый базовый телефон, самый простой iPhone XR 165 тысяч рублей. При зарплате, скажем, в Старопольском крае, зарплата учителя составляет примерно 12-15 тысяч рублей, а участковый врач получает до 20 тысяч рублей. Это со всеми там надбавками. И, конечно же, говорить о смартфонах за 65 тысяч рублей мы уже, конечно, не можем, потому что зарплата несопоставима этим ценам. А в Америке ситуация совсем другая, потому что iPhone там стоит 750 долларов плюс налоги, и средний американец получает 3, 4, 5 тысяч долларов. А те люди, которые, скажем, эмигранты отсюда едут в Америку, у них там только из Social Security даже не знают языка, скажем, на работе, которая просто там убирается в супермаркете на машинке, катать 8 часов в день, можно получить 2-2 500 тысяч долларов. То есть это самая простая работа. Если у вас там есть права, вы можете вводить грузовик, то 1 4-5 можно получить в Америке долларов. Поэтому цены на iPhone в Америке, они хорошие, обычные, то есть это не совсем дорого. И телефон покупать iPhone XR там на 256 гигабайт, скажем, за 1250 долларов, это для них обычное дело, потому что это даже меньше, чем половина зарплаты. А нам приходится говорить о вот таких вот смартфонах, о iPhone X6, iPhone i7, потому что те люди, которые хотят пользоваться смартфонами Apple, там за каких-то разных причин, то есть вынуждены покупать не самые свежие смартфоны. И если посмотреть вокруг, то есть если не говорить о Москве, то очень много людей, я вижу iPhone даже 4s, 5s, то есть это распространенный смартфон, iPhone X6, что люди им пользуются, не потому что они там не хотят купить iPhone XR, потому что цена очень дорогая для России покупать такие телефоны. Поэтому будем говорить об iPhone 6 Plus. На мой взгляд, этот телефон, конечно, был первым и провальным в том плане, что он сгибался, но это больше оказалось на самом деле мифом, чем реальностью, потому что в обычной жизни таких случаев было очень мало, и у моих друзей, у всех, у кого есть 6 Plus, там за сколько, за 4 года, ни у кого телефон не сгибался. Что мы имеем сейчас? Этот телефон стоит примерно, ну, плюс-минус 15 тысяч рублей в России, и за эту цену можно купить, конечно же, хорошего китайца, скажем, Xiaomi, там, Mi 8 Lite или другие там телефоны, скажем, от Honor. И давайте я расскажу, почему за 15 тысяч рублей этот телефон все еще неплохая покупка. Хотя покупать его я бы не советовал, потому что все-таки лучше уже немножко доплатить и купить iPhone 6s, там новый или восстановленный, там цена, разница не слишком большая, а 6s будет намного быстрее. Но вернемся к iPhone 6 Plus. Что мы имеем? Это очень тонкий и красивый корпус. Хотя, конечно, это лопата большая, вот такая здоровенная, с большими рамками сверху и снизу, но корпус очень тонкий, в отличие, скажем, от того же Xiaomi Note 5, который у нас был недавно на обзоре. И что удивительно, когда он выходил, вот этот смартфон, все ругались за его камеру, то, что она выпирает здесь, это некрасиво. А сейчас, когда мы смотрим на все остальные смартфоны, то камеры тотально выпирают, просто практически у всех, это неважно, флагман или бюджетный сегмент, камеры выпирают, и даже намного хуже, чем это, как это аккуратно сделано в iPhone 6 Plus. Вообще, камера, это один из плюсов является у этого смартфона, не смотря на то, что уже 4 года прошло. Я покажу много примеров видео, сравню его с iPhone 7 Plus. Эта камера, на самом деле, даже сейчас очень актуальна. Во-первых, она умеет писать видео 60 кадров в секунду в формате Full HD. Это очень круто, потому что картинка получается очень плавная. Во-вторых, у них есть общественная стабилизация. И вот примеры видео, когда я езжу на автомобиле, снимаю эта картинка. На мой взгляд, в принципе, плавная и хорошая. И также вот примеры видео, когда я просто пешком хожу, я не старался прям так удержать камеру ровно. И картинка, на самом деле, смотрится хорошо. Цвета неплохие, вообще нет такой дерганности. И, конечно же, запуск камеры просто здесь мгновенный, потому что многие бюджетные смартфоны, когда мы запускаем камеру, то они тормозят, то они сразу показывают. А здесь таких проблем нет, и все четко. Теперь давайте сравним две фотографии, сделанные на разные телефоны. iPhone 6 Plus и iPhone 7 Plus. То есть, на первых, здесь даже не видно, какая из них фотография сделана на какую камеру, потому что очень близкие результаты. Но вот фотографии с iPhone 6 Plus примеры. И вот примеры с iPhone 7 Plus. То есть, вот разница. Мы видим, что на самом деле, вообще, то есть, недалеко они ушли. Конечно, в темноте камера iPhone 7 Plus намного лучше будет снимать, потому что iPhone 6 Plus теряется при плохом освещении, то есть, вот этого света мало. Но в целом, то есть, я когда вот люди там, постоянно маркетологи нам говорят, что вот, старые телефоны никому не нужны, я не согласен, потому что, в принципе, любой топовый флагман, который выходит, скажем, от А-брендов, это Sony, HTC, в частности, Samsung или Apple, они снимают до сих пор очень круто. И вообще, многие удивляются, почему Первый Пиксель так хорошо снимает. Дело в том, что просто, когда такие компании выпускают свой смартфон, они вкладывают до максимума усилий, они не жалеют ни на программном обеспечении, ни на техническую часть, ставят туда самые лучшие камеры, которые существуют на рынке. И поэтому флагман, скажем, 3-х или 4-х летней давности, он будет снимать лучше, чем даже некоторые среднебюджетные смартфоны, скажем, от других, возможно, китайских производителей или от среднего класса Samsung, даже сейчас. Например, камера iPhone 7s, она вообще отлично снимает, даже сейчас она и 4K записывает, вообще стабилизация и прочее там просто великолепно сделано. Ну, а камера iPhone 6 Plus тоже не сильно отстает, потому что хоть камера имеет разрешение 8 Мп, но это на самом деле все еще отличная камера, и для любых задач, например, для того, чтобы какое-то снять видео, сфотографировать детей, внуков, там, и друзей, это отличная камера. Понятно, если у вас профессиональная деятельность, там нам нужна просто мгновенно классная камера, то все-таки камеры iPhone 6s там или выше, они будут чуть получше, чем iPhone 6 Plus или iPhone 6, но все-таки эти камеры, они предназначены для того, чтобы делать отличные фотографии, они справляются полностью со своими задачами, и много кадров я делал на iPhone 6 Plus или на iPhone 6, который у меня был, и многие спрашивали, а что за камера, думали, какой-то профессиональный фотоаппарат, потому что я на самом деле не перехваливаю эти камеры, потому что спустя 4 года они на самом деле показывают себя с отличной стороны. Еще одним плюсом этого смартфона является его дисплей, потому что это отличный 5,5-дюймовый дисплей, IPS-дисплей, и в принципе, я понимаю, что у него большие рамки, и дисплей 18 на 9 смотрится современнее, но так получается, что формат видео и качество контента, оно все еще адаптировано больше на дисплей 16 на 9, потому что они не так быстро меняются, как, скажем, смартфоны в телефоне. За два года, как они появились в дисплее 18 на 9, они еще, рынок не так быстро меняется, и статьи в интернете, и прочая информация, они больше подобны на формат дисплея именно 16 на 9, особенно в фильмы и видео в YouTube. Есть такая классная функция, то, что здесь дисплей у нас поворачивается в портретный режим, то, чего нет, скажем, у других Android смартфонов, потому что у Apple есть огромный опыт использования, то есть iPad'ов, и они вот так вот классно делают дисплей на iPhone 6 Plus и вообще на iPhone Plus версии. Другим моментом является то, что в последнем iPhone XR количество пикселей меньше, чем у этого 4-летнего смартфона. Здесь разрешение Full HD и 401 точек на дюйм, а в последнем телефоне от Apple получается там 326 ppi, и там намного меньше точек, то есть разрешение там HD+. Что там, что здесь нет 3D Touch, но в принципе с iOS 12 у нас есть возможность появилась нажать им на пробел, то есть в тексте пользоваться функцией 3D Touch, ну и то же самое здесь, мы просто зажимаем вот сюда, и у нас получается аналог 3D Touch, то есть в принципе с некоторыми функциями вполне можно справиться и без функции 3D Touch. Теперь немножко поговорим о скорости работы iPhone 6 Plus. Я понимаю, что один гигабайт оперативной памяти звучит как просто, я не знаю, как прошлый век для динозавров, но если сравниваем мы тоже с телефоном iPhone 7 Plus, конечно, открывает все статьи, в интернете работа намного быстрее в iPhone 7 Plus, то есть не намного, а быстрее просто. Но эта вот разница, она примерно в одну или доли секунды, поэтому в принципе в повседневной работе iPhone 6 Plus выполняет и справляется со своими задачами, ну и конечно же в быстродействии она проигрывает iPhone 6 Plus, в частности проигрывает iPhone 6s, 7 Plus, но все равно, то есть такое вот прям отставание, такого я не чувствую, и средний бюджетный смартфон от тех же Xiaomi и Honor будет открывать страницы примерно точно так же, примерно с такой же скоростью, имея на борту там 2 или 3 гигабайта оперативной памяти. И опять-таки это стабильность и преимущество операционной системы, что мне больше всего нравится в iPhone, это то, что здесь приложения обновляются намного быстрее, тот же WhatsApp, Instagram, YouTube, они обновляются быстрее на iPhone, чем потом уже на Android. И у iPhone есть, конечно, это скучная система, здесь невозможно поменять темы, иконки поменять встроенные, но все, что делает Apple, делает на очень хорошем уровне те же виджеты, которые есть у Xiaomi. То есть там они реализованы просто, лишь бы эта функция была, а здесь все реализовано и все доведено до ума. Еще есть момент, то, что, например, в Safari мы открываем любую статью, и открывается здесь ридер, то есть мы нажимаем на кнопку, и у нас вся реклама, все остальное исчезает, и мы видим просто саму статью. И также у нас другой пример, когда мы включаем любое видео, скажем, вот какой-то фильм мы скачиваем, смотрим, то есть Яндекс, да, понятно, что это пиратские сайты, и на Android там включается каждый раз разный плеер, а на iPhone 6 Plus включается свой Apple-овский плеер, потому что, ну, до другого плеера просто нет. И включается свой плеер, который просто очень крутой, и там есть перемотка на 15 секунд вперед, 15 секунд назад, потом уже идет фильм, все, больше он не будет срываться на рекламу, потому что тут уже все Apple скачал в кэш-программу, то есть фильм, и показывается все встроенным плеером. И вообще все встроенные решения Apple, хоть они и скучные, однообразные, их невозможно поменять, но они просто доведены до совершенства. И еще одна причина, почему я считаю, что можно купить, скажем, iPhone 6, 6 Plus, или продолжать им пользоваться, если он у вас есть, то вместо того, чтобы купить, скажем, iPhone 8 Plus, который просто великолепный телефон, и мне кажется, самый недооцененный, очень классный телефон, вообще 8 и 8 Plus, они ничем не отличаются от iPhone X, а стоят немножко дешевле, поэтому это классные телефоны. Так вот, чем купить, скажем, iPhone 8 Plus, можно продолжать использовать вот такой вот смартфон и купить iPad. iPad 2018 года, то, что сделал я, в принципе, у меня iPad на процессоре A10, это тот же процессор, который установлен в iPhone 7, он по работе не очень устраивает, то есть, и поэтому можно пользоваться вот таким вот, скажем, простеньким по характеристикам телефоном, а уже дома использовать iPad. То есть, для меня вот такое сочетание, оно удобнее, то есть, мне нравится большой дисплей iPad, мне нравятся эти возможности, а телефон это как больше звонилка. Покупать такой телефон в 2019 году, если вы только выбираете себе смартфон, я бы, конечно, не советовал, потому что уже немножко доплатить или за ту же цену купить iPhone 6s лучше, или вообще, честно говоря, лучше купить новый Android, потому что сейчас он процессор, ну, Android, то есть, на процессоре там 660, там 710 процессор, до 20 тысяч рублей. У нас огромный выбор Android смартфонов, это тоже же Pocophone, который на флагманском процессоре, это там всякие Meizu, Honor, и там тоже Honor Play можно купить в Китае за 15 тысяч рублей, а в России там 18-20 тысяч рублей. Великолепные современные, то есть, телефоны с большими дисплеями, но, однако, у этого смартфона есть свои фишки, которые кому-то, то есть, те люди, кто привык к ним просто, поэтому для них уже можно продолжать использовать такие смартфоны, но покупать новым iPhone 6+, то есть, если какой-то бэушный или там у друга, то есть, я бы не стал, потому что все-таки этот телефон уже 4-х летний, и лучше, конечно, за такие деньги купить Android смартфон, потому что сейчас, на самом деле, есть хорошее решение за эту цену, потому что цена этого телефона немножко переоценена, 15 тысяч рублей, там, или 17, я считаю, что он того не стоит. Ну, если у вас имеется iPhone 6+, то, в принципе, уже менять его на что? На 7+, или 8+, то есть, мы не получим так прямо явных отличий, уже надо покупать iPhone XR, который тоже не такой же однозначный телефон, там, скажем, здесь Play будет немножко хуже, а покупать iPhone X и XR, они уже немножко дороже, то есть, это переплата, ну, то есть, надо сто раз подумать, стоит ли переплата, скажем, 40-50 тысяч рублей, чтобы с одного телефона перейти на другой телефон, то есть, эти 50 тысяч рублей можно потратить на очень много более полезных, мне кажется, вещей, чем продавать и покупать такой телефон. Разницу такую, прям, колоссальную, я не думаю, что вы почувствуете, эти телефоны я все знаю, и, в принципе, да, немножко быстро, да, немножко красиво, но такой вот диагноз, такого отличия мы не почувствуем, это однозначно. Если у вас есть вопросы, как у вас iPhone 6, 6+, то пишите в комментариях, я попробую на них ответить. Спасибо, что смотрели нас, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok